Привет. Привет. Я так рад, что у нас снова фотограф, свадебный, успешный фотограф. Весьма. Весьма успешный фотограф, который фотографирует на Canon. На Canon. Почему? Так исторически сложилось. Моя первая камера, еще пленочная, была Canon. Вы прям со времен пленки? Я прям, да, со времен пленки и до времен пленки. А сейчас, например, вы снимаете? Да. У нас получается такой fine art wedding photography, если называть это или нет уже. Это слово заезжено уже такое, типа. Ну, я бы не сказала, что это сейчас такое слово, которое не стоит говорить. Но я не очень люблю, как бы, такое клише, которое на меня ставят. И изначально, когда даже я брала первые места в fine art photography, было так, что я старалась все-таки внедрить слово художественный. То есть не просто... Ну, а художественный? Безусловно. Ну, то есть fine art, это, собственно, такое сувийное направление, которое тогда он возродил, и которым очень долго там многие пользовались. Мне кажется, на протяжении 5-6 лет точно была мода на fine art. И такой классический fine art, пленочный, с тем, чтобы на ступеньку все высветлить. Вот. И для всех fine art почему-то вот была такая ситуация, что все такое светленькое, все такое радостное, кружевное и так далее. Ну, здесь все поглубже все-таки будет. Расскажите, да. Потому что, как бы, фотографы у нас, как бы, школа, там, а-ля репортажников таких лютых, да, которые на fine art смотрят и говорят, пока там снимают свои вилки в лесу. И, господи, 50 миллиметров, там, 1,2, размытый фон, пресет, там, какая-нибудь высошечка, экспозиция плюс один. Вот и fine art фотограф. Даже язык заплетается, когда я говорю это. Fine art фотография? Fine art фотография. Ну, расскажите нам вот, что, где глубина? Наверное, сейчас я не могу рассказать именно про fine art фотографию, потому что я из нее беру только те кусочки, которые мне нужны для работы сейчас. И если сравнивать даже с тем, что было, там, 4 года назад, там, 5 лет назад, когда, мне кажется, fine art был реально вот на таком прям подъеме в его понимание, такой светленький. То есть сейчас из fine art берется художественность, движение, потому что те же самые смазы, которые, там, модные и сейчас тоже, и непонятно иногда человек, для чего это делает, по сути, они были, как бы, минусом того, что ты снимаешь на пленку. То, что у тебя все равно этот кадр будет условно, там, не резким, где-то со смазом, где-то с движением. Но это было прелестно, потому что это выражало именно сам факт движения. То есть не смаз-рази, смаза, а какая-то жизнь в этом, собственно, присутствует. Поэтому сейчас, да, там, в нашей работе, в наших фотографиях присутствуют какие-то кусочки из того fine art, и плюс мы, естественно, миксуем с тем, что нам интересно сейчас. А что интересно сейчас? А сейчас много чего интересного. Ну, то есть мы с Андреем, я вообще работаю с своим мужем, Андреем Фадеевым. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Но он за кадром. Почему-то считается, что я говорю лучше. Проверим сегодня. И, собственно, сейчас нам интересно совмещать и репортажный стиль, потому что в нем тоже очень много жизни. И, в принципе, все то, что дает и вдыхает жизнь фотографию. То есть если для этого там нужна вспышка, да, там мы используем вспышку. Если для этого нужна какая-то другая линза, да, мы используем другую линзу. То есть, ну, у меня как бы нет такого прям скрипта, по которому мы сейчас снимаем. Но если мы смотрим сразу на портфолио, допустим, на Инстаграм, на социальные сети, там, в сайт заходим, сразу вот первое слово – fine art. Хорошо. Ну, и в целом, чем плохо fine art, не могу понять, потому что, с одной стороны, это был определенный супертренд. Все старались снимать вот этих нежных воздушных невест. Какой ты там, говорит, сайт качал? Но Веди Вуд был популярным в то время? Я не размещена, но Веди Вуд была ни разу. Вообще, из европейских, ну, из американских даже больше – это Венексперу, это Стайл Меприти. То есть это те, кто до сих пор размещает только пленочных фотографов. И, в принципе, они, да, fine artщики. Так, почему здесь идет какое-то разделение между пленкой и цифрой? Потому что, с одной стороны, что вообще мы понимаем под определением слова fine art в один фотографии? Потому что, когда была волна, каждый назывался, кто использовал пресет с этими зелененькими нежными, там, оттенками, fine art в один фотографии. Кто поднимал немножко, там, точку черного, да, там, точку белого приопускал, и получался такой вот мягкий рисунок. И, с одной стороны, он же неплох. Ну, ты, с технической стороны, опять же, все рассмотрел. Здесь вот те сайты, которые я назвала, и которые до сих пор принимают только пленочные серии от фотографов и от агентств, кто подает, собственно, свою свадьбу. Я не знаю, почему так. Во всяком случае, ну, они нас не переведут и не услышат. Мы подавали туда серии, которые мы использовали микс и пленки, и цифры, и просто я цифры подкорректировала по цвету, по зерну и так далее. У меня получилась такая красивая серия. Все размещено. Разместили. То есть они поняли. Конечно. Ну, вообще, изначально, когда мы говорим про fine art, fine art фотографы такие читеры. То есть они прогулку снимали, там, ложки, вилки, столы, вот эти деревья, ну, в поле снимали на открытой диафрагме. А потом, когда доходило дело до банкета, уже брали нормальную вспышку. И тот же Максим Калибердин, да, который является таким апостолом, да, fine art фотографии России, он говорил, что да, я снимаю там прогулку, пока есть свет на пленку, а потом я уже снимаю на цифру, и цифру обрабатываю под пленку, и, в принципе, клиент разницы вообще не видит, он даже не понимает, где что было. Ну, что касается классических фотографов, только пленочников, то они во время банкета переходят на ЧБ. На ЧБ там 3200 и вперед, и как бы нормально. Ну, то есть мы говорим про пленку. Да. Во-первых, это дорого, получается. Да, это очень дорого. Сколько сейчас у нас, кстати, пленка сейчас появилась даже на Озоне, она настолько стала доступной, и даже какой-то новый бренд выпускает пленку. Ну, как бы могут бренды разные выпускать пленку, но все равно мы говорим о профессиональной пленке, плюс ее проявки, плюс еще ее сканирование. То есть сейчас себестоимость одной катушки где-то 2500-3000. Это просто себестоимость материала. Это катушка, плюс ее сканирование, проявка и сканирование. Ну, а фотограф в этом случае продает это молодым? То есть вы когда говорите, мы снимаем, можем снять вам свадьбу на цифру, вот фотография обработанная там в Esco, можем снять на пленку, вот фотография с пленки. Вообще видит ли разницу клиент? Бывает, что видит, а бывает, что просто принципиально у нас есть клиенты, кто говорит, мы хотим серию, вот вы сможете именно на пленку снять. Ну, так как мы можем на все снять, говорим, да, можем. Просто это будет наш обычный прайс за работу, плюс дополнительно стоимость материала. И мы предупреждаем, что на ваше мероприятие потребуется примерно такое количество катушек. Закладываем это в бюджет, да, закладываем, все утверждаем. Сколько катушек нужно, 15-20? Ну, смотря какое мероприятие. То есть у меня сейчас будет в воскресенье съемка, там как раз просьба снять на пленку новогоднее настроение в доме. Мы планируем, что у нас где-то будет 5-6 катушек за час. 5-6 катушек за час? А сколько съемка сама продлится? Два часа. Два часа. То есть примерно там 10 катушек, это 25 тысяч рублей только на материал. Ну, то есть и клиент понимает, что это прикольно. Да, да, да. Ну, то есть это ценители. То есть, скажем так, те, кому важна именно эта составляющая, даже показать эти фотографии, что они имеют такую немножко ретро-окраску. И им интересно это показать, просто друзьями сказать, вот мы у Марины снимались на пленку. Но они совершенно спокойно меня заказывают, там, мои услуги для того, чтобы я их сняла на цифры. Вот мы осенью гуляли, и у нас в основном цифровая серия, тоже все прекрасно. А нет страха того, что вот можно там смазать, промазать с экспозиции, либо пленка все прощает? Ну, как бы пленка не прощает ничего. Просто есть фильм, где режиссеры-пленочники прям максимально срутся с этими режиссерами цифровыми. И пленочники такие говорят, да вот, там минус 3 шага экспозиции, там человек выходит на улицу из сарая, там сразу 3 шага, там 4 шага экспозиции на свету, пленка это все может поправить, ваша цифра это фуфуфил, потому что мы не можем это поправить потом на цифре. Но у нас все-таки не такой продакшен. То есть если мы говорим о кинопродакшене, там намного больше ограничений. Я считаю, что работа фотографа немножко проще, чем у видеографа и у кинопродюсера. Поэтому здесь есть такое, попускает какой-то момент, то есть мы можем ошибиться, ничего страшного, но технически просто есть же опыт, есть понимание, плюс мы можем замерить свет и понять, мы можем вообще в этих условиях продолжать снимать. Мне еще повезло, я могу держать спокойно камеру, там даже 70-200 на 1,8, поэтому... Ну я вижу бицепсы, видно, что человек работает на свадьбах много лет. Нет, видно, что человек начал заниматься пилатесом. Вы рекомендуете всем пилатесам? Рекомендую вообще всем, вот вообще всем, и мужчинам, и женщинам. Хорошо, если мы говорим про ваше портфолио, вот, я называю ваше, потому что у нас здесь муж, и я как бы тоже обращаюсь к нему совместно. Кто ваш клиент, кого вы цепляете, чем цепляете, как к этому пришли, потому что стилей очень много, там кто-то, допустим, пропагандирует 15 вспышек, кто-то пропагандирует какой-то, ну не знаю, там минимализм, то есть вообще снимается свадьба без вспышки, вот все натуральненько, пускай шумом, пускай зерном, зато как бы вот по-настоящему. Что у вас? Какой продукт? Я бы сказала, что фотография близкая и по свету, и по настроению действительно к тем натуральным условиям, которые были. Наша фотография абсолютно точно находит своего клиента через агентство. Мы к этому пришли практически сразу, то есть путем проб ошибок первых годов, когда я снимала еще одна, без Андрея, и я сразу поняла, что нужно внедрять вот то, что у меня раньше было в другой работе, в корпоративной среде, в то, что я выбираю сейчас как свою профессию. И было сразу понятно, что каждый должен заниматься своим делом, что должен быть организатор, который знает мой стиль и предложит меня только тем клиентам, к которым я подхожу. Ну вот как будто бы, если мы говорим про агентство, там есть wedding awards, там есть какие-то ребята от 115, и такое ощущение, что поляна просто занята. А кем? Ну, топами, там, не знаю, там Артур Погосян, Вендриевский и прочие ребята, кто там, Миша Мун, как будто бы вот эти мастодомты, они прям держат байда, да? Нет, ну это так кажется. Потому что здесь, во-первых, огромное количество агентств. И нужно не забывать, что помимо там московских агентств, питерских, которые на слуху и которые чаще всего видны на всех премиях, есть еще все-таки религиональные агентства. У них тоже есть очень крутые проекты. Для меня этот мир открылся, наверное, с помощью wedding awards, когда я была членом жюри и начала ездить в регионы. И когда ты приезжаешь и смотришь, ну даже до своего приезда, когда ты смотришь работы, оцениваешь, ты понимаешь, что там просто у некоторых фантазии такие, и так все круто делают, и так интересно, и они еще стремятся. То есть ты сейчас говоришь, что поляна занята, на самом деле нет. Потому что даже очень крутое агентство, оно может сделать, ну какое-то не очень большое количество проектов в год. Даже если менеджерский штат их позволяет делать в один день там три проекта. Но если разделить количество свадеб, тот поток, который идет... Сколько было свадеб в этом году в этом сезоне? В этом мы не считали, честно. Ну вот давайте там 40, 50, 60, вы не знаете. Нет-нет-нет, именно свадеб, я думаю, что до 30. До 30, это много для рынка? Просто такое ощущение, что когда там приходят какие-то мастодонты, говорят 120, я не знаю, там, ну просто интересно, нет? Нет, это нормальное число. 30 свадеб? Да. Математика у нас... А какая у нас получается стоимость проектов? Только про свадьбу, если мы говорим. А еще что, ловстория? Иногда бывает день рождения такой, что он может там любую свадьбу за поезд заткнуть. Ну потому что вы знакомитесь с клиентами на свадьбе, и потом уже агентство, они также организуют праздник для клиента, который проводил свадьбу, правильно? Либо наоборот, то есть у меня было так, что я снимала день рождения 18 лет девушке, а потом снимала ее свадьбу вот через какое-то время. Хорошо, а какой у вас чек? У вас, ну как стоимость часа или стоимость пакета? Стоимость съемочного дня, ну то есть смены, в принципе, это близко к тому, как снимают в рекламе, то есть у нас 240 тысяч на данный момент, это полный съемочный день до 12 часов, и до 6 часов это 120. Так, у нас получается ценник а-ля Пагасян. А, ты сейчас высчитываешь, сколько у меня денег, да? Нет, слушай, знаешь, я же здесь выступаю со стороны ребят, которые из Тула смотрят, и у нас очень тема денег, она триггерная, да, потому что... А, хорошо. Я не потому что пытаюсь напасть, я пытаюсь раскрыть героя, его, скажем так, адекватность современному рынку, насколько он себя оценивает, потому что есть очень талантливые ребята, которые до сих пор нам снимают за 10, да, вот, и получается, как будто бы, ну, не растут. То есть как вообще фотограф повышает цену? То есть когда вы начинаете повышать? Будете в следующем году повышать? Я думаю, что да, потому что сейчас спрос уже пошел. Уже пошел. Да, и мы, естественно, отталкиваемся от спроса. То есть когда мы понимаем, что количество отказов, ну, то есть не отказов, отказов по причине стоимости меньше 80%, то это значит, что нужно повышать. То есть здесь точно так же работает вот этот принцип 80-20. По сути, это нормально, если ты берешь только 20% от тех заказов, которые к тебе поступают. И эти 20% тебе, собственно, покрывают твои 100%, которые ты распланировал на этот год. Сейчас, как бы, так, фотографов порой называют кнопконажимателями. Ну, почему-то сейчас рилс такая история пошла, что мы переоценены, что уже, как бы, рилсмейкер и так далее. В чем ваша добавочная стоимость продукта? Ну, вот, вы очень приятная девушка. То есть я бы по-любому хотел бы видеть, да, там, допустим, вас в качестве... Поднимаемся. Хорошо, хорошо. Я буду копить, у меня нужно найти себе невесту. Ну, есть же еще портрет. Вот, кстати, можно маленькое прям отступление? У меня есть такая фишка. Да. То есть я же снимаю не только свадьбы, но и портреты. И среди наших организаторов очень много девушек, которые, ну, скажем так, не успевают найти себе вторую половинку. Так-так-так. Так вот, они очень, ну, любят красивые фотографии. Они видят весь спектр фотографов, и я сняла очень много красивых девушек-организаторов. Некоторым показало, что они очень красивые. Так вот, после моих фотосессий бывает так, что у людей начинаются отношения, потому что у тебя сразу идет заряд изнутри, что ты офигенная. И это транслируется дальше. И вот какая-то такая вот маленькая связь есть, реально есть такая байка, что если ты снялась у Фадеева, ты скоро замуж будешь. Нам стоит понять начинающим нашим зрителям, как попасть в пул агентства, если ты говоришь, что Поляна до сих пор свободна. То есть мне почему-то кажется, что она супер занята, там, ну, как будто бы столько крутых фотографов, особенно в Москве уровень очень высокий, это открываешь там MyWed, и первые там 20-30 человек, ну, прям уровень, вах. Вот. И где еще свободно? Региона, получается, свободно? Они хотят брать московского фотографа звездного? Да. У нас были такие случаи, то есть полностью оплачивали, это был прям, ну, как обычно, выездной проект у нас бывает. И точно так же мы летали. К сожалению, эти все проекты NDA, и я даже не могу о них рассказывать. Так, NDA, это когда у нас какой-нибудь депутат, сын депутата, и мы просто не показываем никому это дело. Не обязательно. NDA, это, в принципе, соглашение, а не разглашение, и оно, может быть, подписано не обязательно у этого человека какой-то статус там, условно, политический, да, и он не хочет. А бывает так, что это, наоборот, медийная личность, которая не хочет рассказывать и показывать свою свадьбу. Ну, то есть поженились тихо, красивые фотографии получили, все здорово, но никому об этом не рассказываем, и о том, что было на этом мероприятии, тоже все остается только на этом мероприятии. Как попасть в полагентства? В полагентства попасть так, чтобы агентства вас заметили. Писать агентству не имеет смысла. У нас был эксперимент, человек написал там 100 агентствам, в принципе, 3 ответила, одно даже ему, ну, скажем так, конверсия просто очень низкая. Это про Кахно? Нет. У него есть такая история. Сергей Клочихин, я точно знаю, что он писал, и у него был определенный выхлоп агентств. Вот хорошая история с портретами, да, то есть можно снимать девочек, которые работают в агентстве, да, там, допустим, в плане репортажа, или как это? Ну, то есть нужно ли предлагать свои услуги бесплатно, чтобы, допустим, тебя взяли в пул? Или такое уже не канает, уже все заколебали? Почему? Есть, я знаю, что есть телеграм-каналы, да, агентские, когда запрашивается срочно, там, фотограф, там, допустим, завтра мероприятие, у них слетел фотограф для бэкстейджа, а сейчас многие агентства на те проекты, которые не понимают, что они будут на премии, собственно, сами подавать. И им нужен не только фотограф, кто работает на этом мероприятии для клиента, которого они подобрали, но и фотограф бэкстейджа, который расскажет о том, как все происходило, чтобы им сделать такой классный стори-тел о том, что происходило на бэкстейдже. И когда прилетают вот такие срочные заказы, мне кажется, если человек уверен в своих силах, что он сделает это здорово, и это прямо вот его снимать такой живой репортаж, стоит, да, откликнуться и попробовать. Таким образом, точно тебя заметят организаторы, кроме того, ты будешь как бы в сердце организации, на бэкстейдже. Мне кажется, очень классно почувствовать высокую свадьбу изнутри, чем она отличается от среднего сегмента. Какой там темп? Бешеный. Бешеный? Бешеный, да. Хороший вопрос, потому что, смотри, когда мы говорим про какой-то статус богатства, в принципе, там нет спешки. Вот заметь, да, в лобби любого отеля там люди двигаются спокойно. Почему ты думаешь, что на какой-то дорогой свадьбе должна быть спешка? Что касается лобби дорогого отеля, безусловно, все двигаются очень неспешно, но я была на бэкстейдже дорогих отелей. Я была практически во всех пятизвездочных отелях на бэкстейдже, и я видела, что происходит за кулисами. И это реально очень похоже на то, как организуется там высокобюджетная свадьба, да, и там свадьба-люкс-сегменты, как еще их любят называть, потому что наполнение такого вечера, ну, если мы говорим о вечерней части, то оно абсолютно точно будет сложнее по всему. Даже по гастрономической логистике. Я знакома с прекрасным гастрономическим продюсером, который, собственно, выстраивает всю подачу блюд и вина. И все распределение столиков у них там расписано, как все должно стоять, как ты должен даже, там, если официанты, как подойти к сидящему гостю и так далее. Все это расписано очень четко. Это такая мощная машина, которая за бэкстейджем работает в бешеном ритме, слаженно, посекундно. И да, безусловно, в лобби отеля, вот в самом зале, где происходит мероприятие, может быть очень расслабленная, домашняя, классная атмосфера такая ламповая. Но то, что происходит на байке, это совсем другое. Здесь стоит побывать в той рубке, где стоит режиссер выпускающий, и сразу понять, как это все работает. Это очень круто. А про какой масштаб мы говорим? Ну, давай так, вот, допустим, есть бутик-отель Синишаль. Так. Он очень хороший, люксовый. Да, да. Если мы говорим про свадьбу там, достаточно все происходит в одном месте. Все находится, грубо говоря, там, в пяти метрах друг от друга. Гости на спокойствии просыпаются чаще всего в отеле, все собираются не спеша, завтракают, и вот сам процесс, где там спешка. Гастрономия, я понимаю, что там повара на кухне бьются за то, чтобы вынести икру в красивой форме и так далее. Но в целом сам процесс там уже работают суперпрофессионалы. А декор? А монтаж? А монтаж оборудования, звука и так далее? Я понимаю. Слушай, ну давай так. Ребята, которые работают в таких проектах, они профессионалы и декораторы знают, что нужно приехать там не в 10 утра, а в 6 утра, чтобы спокойно... Ночью. Ну, ночью, да. То есть вообще вот это чувствование бэкстейджа помогает фотографу понять темп? Да, конечно. То есть у тебя все, получается, на быстром таком формате идет? Я бы сказала, что это помогает понять темп, еще больше проникнуться уважением к тем людям, которые там работают. И ты понимаешь, да, почему это высокий уровень организации. Но при этом нужно научиться перегрузиться и выйти в лобби отеля очень спокойным, очень размеренным и с чувством, с толком с расстановкой там снимать. Но, конечно, во время каких-то номеров, которые подготовлены режиссером, как правило, это работает большая команда, если мы говорим про большие свадьбы. И с теми, кого ты называл, мы тоже работали на таких больших проектах. Мы, во-первых, распределяем точки, то есть мы понимаем, что здесь не должно быть этой суеты. И поэтому, если даже тебе очень хочется из твоей точки, которая находится на втором этаже, и ты снимаешь сверху все это большое в масштабе, и тебе очень хочется сейчас оказаться под сценой, ты знаешь, что там Миша, туда нельзя. Миша хорошо там снимет, все, успокойся и снимай со своей точки. Не бегай. Хорошо. Если мы говорим про большую свадьбу, насколько большого масштаба у вас были проекты? Ну, кстати, у нас были не такие прям вот огромные масштабные свадьбы. Я, например, еще не снимала индийскую свадьбу. А у нас максимум было 350. Это считается, ну, как бы небольшое количество гостей. Наталья Легенда летает в Чечню, там тысячи человек. Да, и у нее 18 фотографов при этом, там 12-18. Если посчитать всех с ассистентами, да, конечно. Интересно. Давай так, еще поговорим про архаизмы свадебной фотографии. Ну, к примеру, многие считают, что сборы как будто уже не нужны. Или это все как бы... Кому не нужно? Ну, вот это тот момент, когда красится невеста. Как будто бы она там самая некрасивая, как бы достаточно просто зайти, поснимать ее там несколько портретов в халатике, не снимать данный репортаж. И вот, допустим, прогулка. Насколько она вообще нужна? То есть там 5-10 фотографий формальных, обнимись и так далее. Как у вас это все происходит? Ну, наверное, я не отношусь к тому, чтобы прийти. То есть для меня уже давно утро невесты. Это не то, что ты приходишь и снимаешь недокрашенную невесту в каком-то полусобранном состоянии. Если мы делаем отдельное, обсуждаем, что это нужно, и вообще человеку хочется, и вообще есть настроение как-то до того, как она надела платье сниматься, то мы обсуждаем другое. То есть мы можем обсудить альтернативный образ. Это точно не халатик. Я противник халатиков. А что круто, бадуар или что? Можно круто снять бадуар. Можно круто снять ее вообще в другом платье. То есть если с невестой работает стилист, как правило, у них для свадьбы готовится столько идей, что там на 10 свадеб хватит, на 10 съемок. И выбирается хотя бы еще один альтернативный образ интересный, и тогда у девушки получается очень крутая фотосессия еще до того, как она надевает свадебное платье. Это не обязательно там... Чаще всего про бадуар думают, что там полураздетый человек будет. Нет, это не обязательно. Это может быть просто какой-то необычный образ с какими-то материалами даже, стилизованный стилистом. Не обязательно и про платье даже идет речь. Но зато у нее будет еще отдельная классная фотосессия в этот день. Если есть силы, если есть желание, если есть время, которое выделено, то почему нет? Это очень классно. Я люблю. А иногда бывает очень здорово, когда пара собирается совместно, и это тоже такой очень теплый момент. Обычно выбирают те, кто нервничает во время свадьбы и не хочет расставаться. То есть это те, кто не разделяются по разным номерам в ночь перед свадьбой. Это те, кто спят вместе перед свадьбой, просыпаются, собираются, им весело, они настраивают друг друга, они обнимаются. И это очень трогательно, это очень мило. Как раз вот эти пары, они запоминают свой свадебный день от и до. А для других чаще всего он пролетает просто как один миг, они потом по фото и видео стараются вообще вспомнить, что там было. А что вы делаете, чтобы удивлять современного, такого, знаете, придирчивого потребителя? Ну, есть какие-то фишки? То есть мне нужно сейчас удивить придирчивого, да? Ну, не придирчивого. Я, наоборот, их избегаю. То есть как понять, что клиент не ваш? Вы говорите, что у вас получается, ну, опять же, вместе. Да-да-да. Говорите, что у вас получается каждый пятый клиент, так, у нас 20% согласия. Да. 80% отказа. Ну, у нас побольше, чем 20% получается. Это я рассказывала о том, когда нужно повышать цену. То есть когда к этому лимиту мы пришли, что вот 80%... Как вы конверсию считаете? Это вам говорит организатор свадебный, говорит, вас смотрели, но вас не выбрали, или как? Ну, я спрашиваю. То есть обычно, когда идет запрос от организатора, естественно, они запрашивают несколько фотографов. Дальше они предоставляют варианты клиенту. Они это делают либо в формате презентации, либо кто-то скидывает просто ссылочку. Но это реже. Чаще всего идет именно презентация. В принципе, в этом состоит работа агентства. Потом, соответственно, клиент по портфолио и по стоимости выбирает. И происходит там... Ну, сейчас чаще всего зум-встречи. То есть со времен пандемии все как-то так хорошо перешли на онлайн-формат, и мы просто делаем зум-звонки. А это влияет на продажу, потому что личная встреча всегда больше конвертит? Сейчас уже нет. То есть сейчас, если клиент уже выбрал, в целом вы вряд ли сможете завалить встречу. Завалить? Смотрите, давай так. Вы встречаете с клиентом, и он... Я понимаю, что у нас часто у гостей какой-то прям розовый идеальный мир, что все невесты шикарные, но есть неадекватные пары, с которыми, возможно, вам не хочется работать. Такое бывает? Ну, я надеюсь, они отсекаются на моменте, когда организатор с ними общается. Потому что, ну, если мы прямо о полной неадекватности говорим, да, то есть в чем она может заключаться? Ну, поведение, допустим, невеста такая, знаешь, истеричная, не знает, чего хочет. То она хочет бодуар, то она считает себя полной, то она хочет быть с мужем, но потом она считает, что он должен быть отдельно. Да, и потом вот есть такие невротики, да, которые прямо очень сильно заводятся в течение дня. Ну, вот что у вас не было... Подождите, так, спокойно. Мы же говорим с вами про американский рынок. Вы знаете сайт Брайдзила. Да. Вот, и на Брайдзиле постоянно есть истории. Недавно была трэшовая история, когда невеста потребовала деньги с фотографа, потому что она развелась. Она говорит, мне фотографии-то больше не нужны. Ну, я видела, да, эту историю. Да, да, да. У вас что-то такое было? Нет, я говорю, ты позвал человека, который вот максимально не трэшовый. Я могу вспомнить какие-то забавные случаи, они больше будут... О, кстати. Да. У меня было два раза, что невеста меня приглашала дважды на свадьбу, но мужья были разными. Ну, это, мне кажется, постоянная история вообще как бы... Ну, вообще-то мило, да, то, что человек обращается к тому, в ком уверен, с кем ей было приятно, хорошо. Вот. Ну, они обе с прекрасным чувством юмора, и каждый раз это было очень забавно. Говорит, ты будешь смеяться, но... Я представляю, как можно фотографу троллить, типа, встань, как с Максом стояло, помнишь? Ну, конечно, я так и не делаю, но это нет. Блин, слушай, конечно, Андрей классный, но Макс у тебя был просто... Такой фотогеничный. Андрюк, ну ты что, ё-моё, ну смотри, вот видишь, вот Макс обнимал, и так же встаньте, пожалуйста. Ты сейчас описываешь стиль, я видела, есть фотограф, который как раз вот на этом играет. То, что... Я не помню. Я могу найти... Ну, обычно там в мемасы в какие-то попадают, то есть есть прям фотограф, который нарочито, грубо там общается со всеми. Я не вспомню, к сожалению, сейчас. Мне кажется, такой момент, что вообще роль фотографа в Садьмином Дне, кстати, интересно. Это обслуживающий персонал, это герой этого дня. Вот кто фотограф на Садьмином Дне? Это звезда приглашенная, как, не знаю, как Григорий Лепсот, и вот Марина как бы снимает на свою свадьбу, такая же звездная. Как ты воспринимаешь себя? Или просто это сервис, который делает человека счастливым? Я думаю, что ты выбираешь себе специалиста, в зависимости от того, что ты хочешь, да? То есть кому-то нужен обслуживающий персонал, кому-то нужна звезда, кому-то важно, чтобы были красивые фотографии, но при этом было приятно еще проводить время. Вот мое, вот то, что я описываю в заключении, то, что со мной приятно провести этот день, от меня вы получите классные фотографии, но при этом нам всем будет очень приятен сам процесс, скажем так. А вот если мы говорим про таких клиентов требовательных, допустим, обеспеченных, возможно, кто-то из них смотрит сверху, или это все мифы фотографа, которые придумали, которые снимают за пять? Я могу сказать, что абсолютно точно, но это не то, что миф. Люди, которые смотрятся высока, и люди, которые будут относиться к тебе, как, скажем так, к обслуживающему персоналу, они есть в любом сегменте. Конечно. Это не зависит вообще от, ну, скажем так, материального благосостояния. Это зависит только от воспитания, и от того вообще, как человек ведет себя с другими людьми. Мы стараемся общаться и, собственно, работать только с теми людьми, у которых есть уважение и понимание того, что мы с ними встречаемся, для того, чтобы у нас была общая цель. Классные снимки, на которых они выглядят самими собой, они никого не строят из себя, но при этом они красивые, они счастливые, и плюс я еще словила какие-то моменты, которые они вообще не заметили бы на своей свадьбе. Но это были такие вот... Ну, я называю это детали, но, по сути, как бы деталью может быть и какой-то жест, или там слезы, там объятия и так далее. Ну, то есть то, что я увидела своими глазами со стороны, то есть как я увидела их свадьбу. Вот если все это совпадает, то все, классно, мы работаем. Ну, слушайте, давай так. Я скажу честно, я Марину вижу первый раз, от нее очень приятная такая теплая энергетика, и с ней вот как будто хочется... Ну, просто у нас же разные гости, и разные фотографы себя ведут совершенно по-разному. Вот это даже мимические жести, жесты и кинетический интеллект. То есть когда мы как-то себя позиционируем, у вас очень такая прям приятная мягкость, идет эта забота, профессионализм. Есть ли такое, что у невесты какие-то комплексы, и вы, допустим, ну, там, не знаю, снимаете, она говорит, что я полная, или я себе не нравлюсь с правой стороны. Как максимально обезопасить себя фотографу перед клиентом? Ну, во-первых, если вам такое сказали, то это значит, что уже есть доверие, потому что человек в своих комплексах, он не сразу, собственно, признается. Это очень хороший знак, что вам рассказали о своем каком-то комплексе. Это можно сказать, слушай, там, допустим, Марин, я хотел бы, чтобы меня не снимало с правой стороны, там, допустим, примерно, шрам какой-то. Вот, а если капризуля скажет, господи, если я вообще не нравлюсь, этот макияж просто вот кошмар сделали, и вот она ходит на такой энергетике. Ну, вот, к сожалению, у меня были такие случаи, когда макияж не задался. Так. Вот, и это очень сложно. То есть здесь у нас реально были случаи, когда по несколько раз переделывали макияж, потому что невесте не нравилось. Но, если честно, мне тоже не нравилось. А что делать? То есть это переделывать. Ну, а если визажист просто не может, у него не хватает? У нас вызывали даже другого визажиста. Да, это так, да? Да, ну, то есть у нас пару раз была так прекрасная невеста, ну, да, она нервничала, все нервничают, это нормально. Здесь нужно просто человеку успокоить именно тем, что то, что ты чувствуешь в данный момент, это нормально. Ну, такая тут страшная, ну, господи, не... Нет, ну, ни в коем случае нельзя делать оценку внешности. То есть это сразу как бы триггерит какие-то вещи в человеке. Мне здесь нравится европейский подход, который даже когда они с тобой встречаются, они делают комплименты там твоей одежде, там, максимум волосам, но они никогда не трогают тему внешности. И это очень мягко, я взяла это на вооружение, и сейчас, если человек начинает себя открыто критиковать, говорить, какой он здесь не такой, там не такой, я просто могу подойти к зеркалу, говорю, давай вместе подойдем к зеркалу, говорю, что тебе не нравится, давай, разберемся. Ну вот, она там, допустим, говорит, там, морщины. Я говорю, давай мы тебе вот так лицо развернем к свету, говорю, есть морщины? Невидные морщины, все, классно-классно. Ну вот, ну и просто подвигаться. Кто-то зажат, мы делаем гимнастику. То есть мы делаем перед съемкой гимнастику. Пилатес? Нет. Ну, все намного проще, то есть там шею размять, мимику размять, убрать напряжение вот здесь. Нет, это делает сам человек, я просто на себе показываю, как это делать. Соберись, 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 тряпка, свадьба. Ну почти, да. И когда ты делаешь какие-то физические упражнения, у тебя на самом деле появляется энергия, и ты начинаешь как бы отпускать. И все, и плечи вниз опустились, лицо расслабилось, улыбка не дрожит, как бы все пошло хорошо. Поэтому можно так чуть-чуть расковать человека, но когда вот прям критическая ситуация, я в этих ситуациях как бы была свидетелем, к сожалению. То есть мы приезжаем, у нас время снимать первый образ там бадуарный, а у нас невеста в слезах. Начинаем разбираться, что случилось, там менеджер рассказывает. Ну вот так и так. А должна ли ты туда лезть? В целом, как бы это не твоя забота. Туда лезть нельзя. А вот, давайте расскажем. То есть какие нет есть между фотографом и свадебным организатором, где фотограф имеет право вмешиваться, а где он должен вообще как бы уйти, сказать, что это не его работа, не знаю, успокаивать, к примеру, невесту? Или что-то еще? Расскажите, пожалуйста, об этом. Здесь, опять же, все зависит от фотографа. То есть, скажем так, я эмпатичный человек, я вмешаюсь. Я вмешаюсь, я подойду к организатору и скажу, чем я могу помочь. Она говорит, ну вот так-то и так-то. Нет, ну, хороший организатор так не скажет, он будет бороться до конца и находить решение вот просто до финала, чтобы все у нас было здорово, чтобы у нас счастливая невеста вышла из номера, они встретились с женихом, и дальше прошла церемония. Моя задача в этом же. То есть, нам нужно ей создать комфорт. Как мы можем создать комфорт, если у нее не задалось в итоге с этим стилистом? Такое бывает, такое случается. Это тоже, ну, как бы такая критическая ситуация. Можно вызвонить пул, собственно, тех стилистов, спросить, кто здесь поблизости есть, ну, из тех, в ком ты уверен. А ты-то ты должна разве выбирать? Он понимает, что, к примеру... Нет-нет-нет, я могу дать свои контакты. То есть, со мной организатор может посоветоваться. Если уже, скажем так, иссякли все варианты на ее стороне, все заняты, то я могу как бы включиться. Но я никогда не лезу в организаторскую работу, не говорю, ой, давай мы сделаем вот это или вот это. Я могу мягко предложить. Человек принял помощь, здорово. Не принял, ничего страшного, сидим. Но часть организаторов, например, знает, что я умею красть. И помогает тебе? Несколько раз мне это помогло. Но это были еще свадьбы без организатора, когда я набивала шишки. И у меня были случаи, когда я красила невесту. Слушай, так интересно, что получается у свадьбы есть бюджет, и такой важный момент, как макияж. Там же есть репетиция даже в самом бюджетном сегменте. Нет, не всегда. Не всегда, да? Не всегда. Иногда невеста может отказаться. Ну, как бы это ее выбор. Она может сказать, что нет, я уверена, что все будет классно, и все делаем без репетиции. И чаще всего бывает без репетиции все замечательно. Но бывают и такие случаи. Ну, поэтому ты делаешь репетицию, чтобы как бы... Ну, вот, к примеру, у тебя в рюкзаке сколько камер? Запасные есть камеры? Конечно. Ну, и потому что вот... Ты же знаешь, что Canon никогда не подводит это самая лучшая камера на свете? Да, да, да. Да, да. Вот, не то, что Nikon. Вот, а потом бывает, что-то там, не знаю, залили соком, и он не сработал. Ну, к примеру, да, допустим, нужна запасная камера. У вас какой комплект лежит запасной, кстати? Ну, во-первых, мы прям суперзапасливые ребята. То есть у нас, получается, есть одна как бы моя камера, две камеры на андре. У меня R6. R6, хорошо. Да. Ну, у нас первая серия еще R6. Вот. У тебя еще две R6, да? Да. У вас три R6. У нас три R6. Три R6? Да. Маленький пленочный, и если как бы нужна, то еще там контекст у нас пленочный есть. Сейчас все реже. Три камеры никогда не подводили? Нет. Хорошо, а теперь поговорим про ваши линзы. Что является с технической стороны эталоном вашей картинки? Это какой-то ширик, это 35-ка. На что снимаете? Я бы сказала, что это не про эталон, а про универсальность 24-70. Вот Наталья Легенда, она готова сжечь на костре всех, кто снимает на зумы. Она говорит, что картинка очень отличается. Считаете ли вы, что в ее словах есть правда? Я как человек, который может снять и на телефон, если нет камеры, или на полароид, если я гость, пришла без камеры, и вот у меня ручки чашутся для того, чтобы вот хочу все равно поснимать, могу сказать сейчас, что техническая составляющая для меня не так важна. То есть 24-70, окей, классно, здорово. Если у нас есть время, то, конечно же, я возьму 85-й, 50-й, вот, или там, с какой у нас еще? 35-й и 20-й. Ну, 70-200, да. А этот еще? 24? Фитюлька. Блинчик. 40. Это все РФ, ЕФ. Кто у нас? Вот у нас, да, вот так все происходит. Ну, то есть в технике особо не разбирайтесь, то есть тебе муж дал? У меня, да, у меня какая ситуация. Это, в принципе, не только с техникой, это со всеми вопросами. Мне нравится подход Шерлока Холмса. То есть если ты знаешь, где это лежит, освобождай чердак, освобождай голову, все, как бы, если ты знаешь, где спросить, но если съемка, где, например, Андрей со мной не присутствует в одном как бы реоле, то тогда, да, я напрягусь и как бы все вспомню, с чердака все достану и буду технически подкованно, еще подготовлюсь. Вот. Но в основном у нас так. Так что там Андрей мне в этом плане ассистирует, и я разгружаю голову, поэтому. Такой важный момент, как сроки отдачи материала. Сколько вы отдаете материал, как отдаете, как происходит презентация того, что вы сняли? У нас сейчас до 4 месяцев это полная отдача. Жесть. Да, полная отдача. Полная жесть. Это полная жесть, это полная обработка и ретушь 800 кадров. Ну, как будто, это уже как будто Моветон в наше время, то есть почему нет ретушера? Есть ретушер. Ну, просто, как что он делает 4 месяца, то есть, ну... Работает еще над другими проектами, которые могут пойти встык. Я же сказал, до 4 месяцев, то есть я тебе говорю сейчас о тех сроках, которые для сезонных проектов, то есть которые идут в сезон друг за другом, с перелетами и так далее. Слушай, я немножко нападаю, не потому что я агрессирую, потому что с точки зрения клиента, когда мне скажут, что через 4 месяца, я вообще забыл, что со мной происходило в этом замечательном мае, когда сейчас уже там октябрь, сентябрь. С одной стороны, конечно, классно вспомнить, но с другой стороны, есть события, вот есть этот, так сказать, бум-шлейф, когда место начинает постить, как там все было круто, допустим, и, конечно, хочется фотографию увидеть пораньше. И есть какой-то, наверное, анонс хотя бы? Да, есть. Когда вы дадете анонс? Через 2 недели. Через 2 недели. Ну почему так долго? Потому что могут быть перелеты, потому что может случиться там трехдневная свадьба, и с нее я полечу дальше на другую трехдневную свадьбу. И где-то в этом моменте я начну отбор, поэтому здесь все закладывается, то есть закладывается время на то, что мы должны сохранить, сделать бэкап, сделать еще один бэкап бэкапа, и только после этого я начинаю отбор. Ну то есть в этом плане мы немножко такие перестраховщики. Да, это увеличит время, но зато я буду чувствовать безопасность. Вот дорога и жесткие диски, флешки, куда это все бэкапится? У нас три системы бэкапа. То есть получается, мы сначала все сгрузили, у нас есть на диск. Сделали бэкап, выгрузили бэкап, после этого я могу вот с этим бэкапом работать. А еще, когда мы доедем до дома, мы делаем третий бэкап уже в выборке моей. Ни разу не было потери фотографий? Вот поэтому не было. Поэтому не было? Да. А когда было такое, что, например, на волосочек, что какой-то диск умер? Да, конечно. Да. То есть умирал внешний жесткий диск, и, слава богу, вы... Были бэкапы, да. Ну да, это такая жесткая история. Как бы никому не рекомендую повторять такие... Ну вот поэтому, да, в том теме, в котором мы работаем, мы не можем такими быть суперрисковыми ребятами с острова сокровищ, которые, собственно, типа... А, да, все, сейчас я на телефоне, быстро все туда-сюда, все сделаю, выисковываю. На, пожалуйста. Ирдру. А почему нет? Ну, потому что, как бы, по моему подходу и для свадеб. И все это подтверждается все-таки практикой тем, что у нас не было ни разу, чтобы мы потеряли фотографии. Вот так. Но для мероприятий, которые, скажем так, не имеют такого долгого значения для людей, то есть там, не знаю, презентация, там, день рождения блогера, когда неважно, какое вообще качество там фотографии, лицо видно, видно нормально, все перебрасываем, то есть это как бы нормально. Опять же, ты меня спросил про сроки свадьбы. Вот. А для других съемок, естественно, сроки меньше. То есть оно все высчитывается. Все высчитывается относительно занятости и графика. Как бы я понимаю, что долго, ладно, хорошо. А как вы там презентуете фотографии? Это ссылка или это какая-то личная встреча, где вы показываете фотографии гостям, невесте там и жениху? Мы презентуем в формате красивой галереи. У нас там все разложено по папочкам, галереи на хостинге. Вот. И, собственно, есть два варианта доступа для тех, для кого это нужно. Есть полный доступ для клиента, есть гостевой доступ без пароля, только те фотографии, которые клиент оставил для общего просмотра всех гостей. А дальше уже может агентство, например, сделать какую-то классную встречу, собрать всех и, собственно, презентовать фото и видео. Как правило, фото и видео презентуются вместе клиенту. Вот. И поэтому еще нас синхронизируют с видеографами там по тем же срокам, а у видеографов иногда и 6 месяцев, может быть. Да, видеографы вообще порой там смотришь там, там их просто ставят статусы в монтаже, там, не знаю, 2023 год, у них там статусы 2021 год в монтаже. Ты думаешь, бедные. Он вообще забыл уже, какая там была свадьба в 2022-м, если он только в 2023-м делает свадьбу в 2021-го года. Ну, с такими, я не знаю, у нас как-то не было даже опыта в последнее время. Чаще всего вот ребята, с кем мы работаем, классные команды и с кем мы по стилю совпадаем, по командности, скажем так, у них где-то 4-6 месяцев, то есть мы синхронизированы в этом плане. У меня было так, что я там отдала свадьбу через месяц и в итоге эта свадьба ждала еще 3 месяца фильма от видеографа. Хорошо, мы говорили слово стиль, какой у вас стиль, то есть как мы начали со стиля, вот как бы мы его охарактеризовали, какими прилагателями мы могли бы разложить в ваше портфолио. Что я получаю, там живые, яркие или депрессивные, монотонные, эстетичные? Мне кажется, плохое слово для продажи депрессивное, если ты продаешь свадебную фотографию. Слушай, ну китчин, они же снимают весь этот вайб такой шотландский, там все свадьбы у них в таком супер низком ключе, там, и вообще настроение на свадьбе, такое ощущение, что они только что собирались в море уйти вместе, потому что они не могут быть вместе. Ну то есть у них особый вайб, и людям тоже нравится. Ну да, конечно. Хорошо. Эстетика. Красота. Ну то есть чаще всего я слышу, что ко мне приходят за красивыми кадрами. Художественность. Натуральность. Это про обработку и про сами, ну скажем так, позировку, если это можно так назвать. Еще я слышала, как описывают, как будто бы они светятся изнутри, не знаю, как это можно. В одно слово? В одно слово не получится. Позировка. Если мы говорим про набор пост, он просто есть какой-то стандартный, или вы, ну как бы, как вы снимаете прогулку? То есть у вас набор, там, обними его спереди, обними его сзади, или как это происходит у вас в вашем случае? В нашем случае это постановочный репортаж, то есть мы задаем какую-то ситуацию, которая зависит от того, там, какое настроение, какое платье, во-первых, у невесты, может ли она двигаться. То есть если мы, ну, фотосессию пары, там, совместную называем фотопрогулкой условно, то здесь это совокупность всего. То есть если она может двигаться, если они настроены на то, чтобы вообще обниматься, потому что есть пара, кто не настроен и не хотят, а если настроены, там, целоваться, вообще какое у них настроение в этот день, не поругались ли они. Вот, в зависимости от всего от этого, мы настраиваемся, и я могу предлагать варианты. Недавно я прослушивала там ролики, которые снимала моя Reelsmaker, и там прям слышно, что я постоянно говорю людям, просто вот постоянно нон-стопом, и видеограф, который так тихонечко так... Ни одного звука не издал. Так, может, хорошо он видел... Нет, они в итоге даже забыли, что у них видеограф был. То есть когда я сдала фотографии, издала еще у нас бонусом, пошли вот эти Reels'ы смонтированные, они говорят, ну да, хорошо, но видео это все, что есть? Я говорю, ну это вообще подарок. Я говорю, так у вас же еще фильм будет от видеографа. А у нас видеограф был? Ну здесь все-таки, мне кажется, не очень хорошо, что о тебе вообще забыли. Ну не знаю, если ты снимаешь из-под тяжка, если это твой стиль наблюдателя ниндзи, почему? Ну хоть пару слов как-то с парой. Тем более, что они попросили, чтобы им подсказывали, что делать. Ну то есть я бы сказала, есть разделение. Есть те, кому ничего не нужно говорить, там максимум ты корректируешь их движение относительно света. Ну то есть ты можешь предложить, ребят, давайте все-таки вот сюда переместимся, потому что здесь интереснее свет. Объясняешь, делаешь кадр, показываешь. Да, классно. То есть они должны понимать вообще ради чего. Они там сделали несколько шагов и встали сюда. Они же не видят себя со стороны. То есть здесь такое все в живом общении. То есть чаще всего мы ищем красивый свет. Если им важно было еще показать локацию, то смотрим заранее в этой локации, какие самые выигрышные, крутые точки, чтобы они потом показали, что вот они же выбрали эту локацию. Вот так. А было ли такое, что клиенты запрашивали еще какие-то дополнительные фотографии? То есть клиент не был до конца удовлетворен результатом. То есть он говорит, а где я бы хотела больше, не знаю, локации, к примеру? Ну для этого нужно заранее обсуждать. То есть у нас во время, скажем так, встречи, она не просто так. У меня есть маленький план, по которому я должна спросить, что вообще людям важно. И я всегда подчеркиваю, что если, к примеру, у нас большое количество гостей, то обязательно, пожалуйста, предоставьте мне маленький список. Вы его точно будете готовить для ведущего. Мне он тоже очень поможет увидеть самых важных людей и их сфотографировать еще отдельно, может быть. Отдельно сделать там портрет маме или портрет бабушки. Потому что, как правило, самые важные люди, они самые незаметные, и они стараются от фотографа как-то так даже спрятаться. Ой, потом там загородиться. Ой, не надо. Ой, я стесняюсь и так далее. А пара потом может спросить. И вот когда у меня была такая ситуация, и самые незаметные, самые тихие, сидящие в уголочке гости оказались самыми важными, я начала этот пункт как бы вносить в вопросник. Ну, это я так за себя. Давайте так. Какой у нас чек-лист на встрече со звонит? То есть что мы должны спросить, чтобы точно понимать, что клиент будет максимально доволен нашей работой? Мы должны, во-первых, спросить, почему выбирают тебя? То есть что зацепило, какие фотографии больше всего привлекли внимание? И это самый важный, пожалуй, вопрос, потому что здесь ты уже выявляешь, что им нравится и на что больше сделать упор. То есть понятно, что я все равно сниму в своем стиле. То есть здесь не нужно прямо делать подборку из моих работ, что мы хотим для себя. Там, не знаю, Pinterest-доску составлять. Вот. Но понять настроение нужно. Всегда спрашиваю, как вы относитесь вообще к черно-белой фотографии, если это будет 10% от вашей съемки, это как бы окей. А кому-то, например, принципиально не нравится черно-белый, говорит, нет, нам только цветные, только цветные черно-белые, нет, 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 нет. Вот. Хорошо, все, значит, все будет цветное. Обязательно спрашиваю, опять же, самые важные люди, ну, кроме вас, кого мы снимаем, и люди стараются. То есть они делают списочек даже с маленькими аватарочками, кто к кому относится. Это очень здорово, это суперудобно вообще в том, чтобы сделать навигацию по чаще всего велкам-зоне и банкетному залу, для того, чтобы этих людей действительно было больше на кадре. Это очень круто оценивается, то есть это действительно супер важно. И спрашиваю, какие, в принципе, могут быть еще пожелания, они могут быть совершенно неожиданные. Например? Не снимать какого-то гостя. Ну, то есть мы его пригласили, потому что как-то неудобно, но вот нам не хочется этого человека видеть потом в своих фотоальбомах, не надо. Это хорошо. И, как правило, это гусь самый активный. Свадебная книга вы делаете? Да, можем, но это отдельный прайс. Я понимаю, но этот продукт популярен, потому что кажется, что как бы ценители пленки любят напечатанные фотографии, и с одной стороны это хороший апселл. Да, люди любят книги, но иногда они возвращаются к этому вопросу через год. Ну, то есть через год, через полтора, они такие, ну, все-таки да, все-таки хочется напечатать. Они, допустим, у кого-то увидели. Нет, нет, нет. Ну, просто в заботах в самом начале люди не думают об этом. А потом увидели у кого-то из друзей, а да, хочу. Но вы же не приносите на встречу, получается встреча в зуме, она убивает продажу книги. Ну, мне не нужно продавать книгу. То есть книга для меня, например, не выгодна с точки зрения времени затраченного продукта. То есть да, это кажется, что это классный там апсейл, но по сути, ну, вот то, что мы даже считали, по времени мы времени затрачиваем намного больше. Ну, есть специальные люди, допустим, у любого производителя книг, да, есть менеджеры, то есть они же зарабатывают деньги на печати. Сколько у вас в среднем стоит книга? В среднем где-то 40-50, если мы говорим о большой книжке. То есть это себестоимость книжки плюс наша работа. 40-50. Ну, как бы, грубо говоря, человек отбирает фотографии, которые он хочет увидеть в книге, и ее компонует верстальщик. Нет? Нет. К сожалению, то, что компонует верстальщик, нам не подходит. Ну, то есть это даже меня не устраивает, а я не могу передать клиенту то, что не устраивает меня. Кроме того, меня не устраивает по большей части материал. То есть мы от производителей книг берем только пул небольшой позиции, их, как правило, там 3-5, с теми материалами, в которых я уверена, что они смотрятся классно, что они долговечные, что эта книжка действительно будет радовать. И делаем уже презентацию на основе того, что предлагается. То есть мы не скидываем ни в коем случае там на типографию ссылку клиента, и говорим, выбирай. Нет, там иногда такой трэш творится, что там невозможно выбрать. Мы делаем уже узкий такой прям вот срез того, что рекомендуем. Ну и чаще всего наши клиенты, они не хотят выбирать. То есть они хотят, вот чтобы ты ему предложил готовые условия и сколько это стоит. А сколько книг в этом году продали? Просто интересно. Да в этом году у нас сейчас есть заявки на 5 книг, и мы вот никак их не сделаем, потому что мы решили, что давайте мы все-таки после Нового года это все сделаем, когда типографии заработают. Сейчас дедлайны уже у всех. А еще вопрос по книгам. Сейчас в Москве есть хорошие типографии, потому что раньше было модно печатать в Италии. Какой там премиум настоящая кожа или мы печатаем все в Москве? Зависит от локации клиентов. Мы любим печататься у Фотодомбай. У них хорошие очень материалы, и меня очень радует качество их печати. Меня абсолютно не радует некоторый подбор материалов, поэтому у них прям вот такой четкий срез из пяти позиций, которые мы у них используем. Все остальное просто я даже не буду пересылать и показывать клиенту, потому что это не в моем стиле. Хорошо, у нас финальный вопрос. Вы выбрали путь свадебного фотографа вместе с вашим потрясающим, красивым мужем, который там сидит. Вы счастливы в этой сфере? Да. Что делает вас счастливым, что наполняет вас, что заставляет каждый раз брать фотоаппарат, не выгорать и так далее? Интерес. Интерес к чему? К жизни. Потому что у нас по большей части те свадьбы, на которых мы задействованы, это выездные мероприятия на несколько дней. И ты проживаешь прям какую-то маленькую жизнь с теми людьми, кто там находится, тебе больше времени их узнать. Это намного интереснее. И это дает прям такой вкус жизни и того, что ты нужен. Мне кажется, что ни говори, но то есть да, безусловно, там в эту профессию кто-то приходит исключительно из-за денег, из-за того, что легкий вход, в принципе, не все так сложно и фотографы всегда нужны. Но если только эта мотивация, то она не продлится долго. Поэтому что-то должно быть сверх. Поэтому здесь только вот такое через любовь. Но мне это с детства. Я сколько себя помню, я все время снимала. Ну хорошо. Вот недавно был сложный вопрос такой у Погосяна на подкасте. Вот Арсений Прусаков это тоже проживал. Срок жизни свадебного фотографа, да? То есть, если мы смотрим на, ну скажем так, обойму топов, то все равно, получается, меняются люди. Конечно. Сколько вы уже снимаете? Я очень долго уже снимаю. То есть, точно где-то около 13 лет я снимаю. Или мы уже с тобой снимаем 13 лет? А, вместе уже 13 лет. И до этого я еще одна снимала. Ну вот если мы представим плюс 10 лет, видишь ты себя с свадебными фотографами еще? Ну, это будет зависеть опять же от того состояния, в котором я как бы буду пребывать. То есть, у меня нет какого-то ограничения, что вот там через 5 лет все, типа, закругляемся. Вот. То есть, так многие уходят из профессии через 2 года, понимая, что, ну нет, тут очень тяжело все, тут люди. Поэтому пока у тебя есть огонек, пока у тебя есть интерес, вот пока реально вот интересно, ты работаешь. И я не ставлю себе какое-то такое ограничение. И судьба мне как-то подкидывает и тех людей, с кем интересно продолжать. Но в итоге, кроме того, знаешь, мне кажется, вот этот эйджизм, он больше для, ну, российского такого, российской аудитории. Потому что в Европе мы там часто работаем, совсем другое отношение. У них отношение, что если там тебе меньше 40, то, ну, неуверенная, что ты специалист. Ну, вот точно ты специалист. А какой у тебя опыт вообще? То есть для них именно тема, то, что у тебя большой опыт, и ты точно справишься с этой задачкой. И если посмотреть на... Ну, блин, я не знаю, у меня есть грубый вопрос. Давай. Не хочет невеста маму видеть рядом с собой на свадьбе? Ну, то есть фотографа, как маму, которая как тетенька, то есть ей, допустим, 20, и вот фотографу там 45-50. Блин, ребят, я тему разгоняю просто для того, чтобы просто почувствовать, так сказать, сок. Вот. И недавно как бы мы приводили пример, но Джо Бьюсинг, да, ему сейчас 70 лет, но это уже... О, я с ним снимала, кстати. Круто. Но сейчас как бы, ну, это уже прям совсем такой прям дедуля уже такой прям... Да, ему было тяжеловато, даже когда мы с ним снимали, он уже как-то так физически тяжеловатый был. Да, ну, извините, он подздал. Да, давайте, Арнольд Шварценеггер ему тоже 7,6, он тоже уже живет сосликами, поэтому, скажем так, все мы не молодеем. Вот там Александр Овечкин не может никак забить, е-мое, до рекорда грецкий, хотя ему всего 38. То есть куча событий немножко так вот... И я спрашиваю про возраст. То есть, с одной стороны, получается, молодежный, современный крутой фотограф, ну, что-то типа современное, крутое, то есть она вот такая, ну, там, молодая в теме. Ну, часто, когда рисуют успешную девушку, то она как бы молодая в теме, там, что-то секчет, там такая вся, ну, как бы на волне. Так. Вот. И если мы посмотрим на периферию, то, получается, есть вот эти тетки, которые в 2000-х, да, то есть они там были на свадьбах, и, получается, они очень сильно отстали от времени. Так. Вот, я спрашиваю. Если мы представляем, допустим, вас там... Теткой. Теткой, да, короче, то по-прежнему нормально, да, то есть нет никакого эйджизма в плане свадебного фотографа как гостя, как человека на свадьбе. Ну, мне кажется, здесь всегда же есть выбор, да? И, ну, не знаю, если девушке некомфортно, что у нее фотограф старше, чем она, ну, значит, она выберет фотографа своего возраста. Ну, то есть я не вижу здесь вообще никакой проблемы. А другой выберет фотографа, которая постарше, потому что поопытнее. Или просто понравилось. Ну, либо пара сама постарше. Кстати, вопрос последний, последний, все, мы заканчиваем. Уровень пар, то есть это все-таки 25, там, 35, 45, когда у нас люди женятся в основном? Так что вот ваш клиент. У нас сейчас, кстати, очень смешное расслоение, то есть у нас сейчас женятся либо после 40, либо в районе 20. То есть у нас прям очень сильное такое вот расслоение по парам. То есть сейчас очень много молодых пар. И это очень круто. У них классные отношения, они такие необычные. И, в принципе, то, что я сейчас замечаю и в Европе, и здесь, то женятся люди. То есть они такие немножко закрытенькие, они такие в себе чуть-чуть, но они супертрогательные. И у них такое уважительное отношение к тебе. То есть они как-то стараются, в принципе, с окружающим миром дружить. Вот. Они такие классные. Мне нравится. Ну, супер. Супер, Марин. Большое спасибо, что были с вами. Спасибо. Мы интересно провели время. Энергетика у вас просто потрясающе невероятная. Браво. Подписывайтесь на социальные сети. На GetLens. На GetLens уже подписаны. И следите за ребятами. Вы там мастер-класс проводите? Нет. Ну, правильно. У вас есть только такие варианты, когда я прихожу в гости. Я это делаю крайне редко. И только когда хорошие люди приглашают. Все, зовите в гости. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.